Меня зовут Александр Зимин. Я занимаюсь фитотерапией, натуропатией и натуральной медициной. Сегодняшнее видео будет посвящено такой теме, как антоциды, то есть вещества, которые защищают слизистую оболочку желудка. Давайте рассмотрим эту тему подробнее. В настоящее время антоциды и вещества, которые снимают изжогу, отрыжку, неприятные явления, диспепсию в огромном количестве представлены. Но важно отметить, что все они направлены на устранение симптома самого неприятных этих явлений и все. Многие производители не так сконцентрированы на патогенезе, как возникает патологический механизм в слизистой желудка, который необходимо снимать. Что очень важно, что в фитотерапии, натуропатии, есть огромное количество трав с противовоспалительным действием, с которых и надо начинать лечение изжоги, отрыжки и неприятных симптомов диспепсии. Основная задача антоцидов – это сделать защитный барьер от химически агрессивного содержимого желудка. Но на самом деле проблемы начинаются именно в воспалении, которое содержится в слизистой желудке. И только травой, только фитотерапией, используя ее, мы можем снять это воспаление. То есть первый этап должен быть направлен, чтобы снять воспаление в слизистой. А сделать это натуральными способами фитотерапии гораздо более эффективно и гораздо более патогенетически. То есть это, когда назначаются антоциды, воспаление сохраняется. Антоциды не обладают такими мощными противовоспалительными свойствами. Можно также сказать, что фитопрепараты являются отличными гастропротекторами. То есть они защищают слизистую оболочку желудка от вредных химических, от агрессивного содержимого желудка. Конечно, изжога и диспепсические явления могут быть от различных причин. Это необходимо учитывать прежде всего и не принимать антоциды просто так. Рационально провести фиброгастроскопию, посмотреть, что же на самом деле вызывают эти неприятные явления. После установления факта наличия диагноза, назначение фитопрепаратов будет наиболее обосновано. Еще один важный факт, который необходимо учитывать при назначении фитотерапии при изжоге и диспепсиях. Это фактор психологический. Очень часто именно психологические проблемы, стрессы приводят к тому, что нарушается моторика желудочно-кишечного тракта и желудка. Мышечные волокна перестают сокращаться гармонично. Мышечные волокна начинают спазмироваться. Нарушается в гармонии в мышечных сокращениях, я бы так это назвал. Поэтому в сборы необходимо добавлять травы с противовоспалительным действием, и также которые обладают антиспастическим эффектом. Поэтому в сборы необходимо добавлять травы с успокаивающим действием. Потому что вот эти успокоительные травы одновременно обладают и антиспастическим эффектом. А когда снимается спазм, значит мы регулируем мышечный тонус и мышечное сокращение. Тем самым мы получаем двойное действие. Итак, в качестве итога необходимы противовоспалительные травы вместе с антоцидами или вместе с ингибиторами протонной помпы. И необходимо учитывать, что, к сожалению, у врачей сложилось впечатление, что есть только нестероидные противовоспалительные и стероидные. И все. Это слишком узко, поскольку в фитотерапии есть огромное количество трав с противовоспалительным эффектом. Причем это не просто противовоспалительный, а еще антимикробный. А это нам важно понимать, поскольку носительство хеликобактер пилори практически повсеместно. И этот эффект антимикробный очень окажется кстати. Также бывает сочетание противовоспалительного эффекта с иммуномодулирующим. Все это несомненные плюсы использования фитопрепаратов при лечении, изжоге и диспепсии. Надеюсь, что это видео было интересным. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, задавайте вопросы.